Когда вам не нужно платить 50 или 100 тысяч программисту для разработки интернет-магазина и дополнительных модулей. И здесь продается моя электронная книжка. Вот такой полноценный магазин у нас получается. Здесь вы можете занять домен бесплатно. Сами займутся вашим магазином и начнут его продвигать. Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами Стас Быков и давайте сегодня поговорим об онлайн-продажах. Очень многие новички и начинающие предприниматели, которые приходят в интернет, они сталкиваются с проблемами и незнанием, как правильно продавать здесь свои товары и услуги. Как выдавать чеки покупателям, что такое онлайн-касса. Сталкиваются с техническими проблемами их движков, интернет-магазинов или лендингов. И на этом их бизнес прекращается. Именно эти проблемы я решаю на своем канале, уже более 4 лет рассказываю о том, как правильно зарабатывать в интернете. А вы представляете себе ситуацию, когда вы продаете товары или услуги в интернете и бесплатно приобретаете онлайн-кассу, которая автоматически выдает чеки вашим покупателям и они уходят им на почту и на мобильный телефон. Когда вам не нужно платить 50 или 100 тысяч программисту для разработки интернет-магазина и дополнительных модулей. Когда вам без технических знаний можно создать лендинг-пейдж. А это все реально и сервис покупателям это позволяет делать. Смотрите. Данная платформа позволяет создавать интернет-магазин менее чем за 10 минут. И вы получаете огромный спектр возможностей. Такие как прием платежей и более чем 40 методов оплат. Продажа цифровых товаров. Регулярные платежи и возможность настроить. Онлайн-касса предоставляется бесплатно и работает согласно 54 федерального закона. Возможность создавать лендинги без технических навыков. То есть вам не нужно привлекать программистов. Сами написали информацию, которая должна находиться на лендинге. Выбрали шаблон и все работает. Также здесь видим основные преимущества платформы. Ну ссылку на главную страницу вообще на платформу я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, изучайте и повторяйте вместе со мной. Для того чтобы создать ваш магазин достаточно нажать кнопку справа вверху открыть магазин. Проходите несложную регистрацию, выбираете вы компанию или частное лицо. Далее вводите свой e-mail и нажимаете создать магазин. Далее вы попадаете в личный кабинет, где вы уже будете настраивать интернет-магазин. Здесь что самое важное и на что вам нужно обратить внимание. Сейчас я вам все покажу. Слева находится меню, по которому мы сейчас пройдемся. Как только вы попадаете в личный кабинет, сразу же переходите в магазин и нажимаете справа вверху кнопочку создать магазин. У меня магазин уже создан, давайте я его открою. Посмотрим как он выглядит. То есть вот он загружается и здесь продается моя электронная книжка. Какие есть блоки новости о магазине. Это я все сам создавал, сейчас все покажу. Далее мы переходим в товар. Читаем информацию о товаре, если нам все нравится с точки зрения покупателя. Можем положить в корзину и продолжить покупки или сразу нажимаем. Здесь покупатель вводит свой номер телефона, e-mail, выбирает способ оплаты, который вы настроили и дальше уже непосредственно совершает оплату. Вся статистика ваших покупок, покупателей ведется конечно же в личном кабинете, поэтому вы все можете там видеть. Когда вы перешли, создали свой магазин, вам нужно его настроить. И вы конечно же переходите сразу в настройки. Давайте посмотрим как у меня настройки, некоторые проговорим. И вы относительно своего бизнеса уже настроите. Здесь название магазина, описание, это все понятно. Далее мы смотрим тип продаж, продажа собственных товаров у вас осуществляется в магазине или вы продаете товары партнеру. Также вам нужно здесь поставить галочку. На платформе покупок есть такая возможность, что если вы разрешаете свои товары продавать партнерам, то просто вы платите им комиссию. Также вы можете брать их товары в свой магазин и тогда вы будете получать комиссию за продажи партнерского товара. Ну далее здесь настройки, проверять заказы до оплаты. Если у вас физический товар, то конечно же выбирайте да. Если у вас цифровой, можете выбрать нет. Выслать ли уведомления покупателям на e-mail, я рекомендую всегда сделать да. Страны доставки, если у вас цифровой, вы в принципе можете выбрать все. Если у вас физический, то выбирайте ту страну, где у вас осуществляется доставка. Дальше у меня конечно регистрация была на организацию, поэтому я выбираю здесь НДС. Дальше контакты запрашиваем у покупателя. E-mail, телефон, можно оставить только телефон. Но я рекомендую также оставлять все. Здесь SEO оптимизация вашего магазина. Обязательно нажимайте добавить и добавляйте два поля. Description и Cavers. В Description вы вписываете название своего магазина. Здесь есть примеры, а в Cavers вписываете ключевые слова. Вот у меня инфопродукты, магазин Стас Быков. Эти два поля у вас должны обязательно быть для оптимизации вашего магазина. Здесь же размещаете логотип своего магазина и текущий адрес. Если у вас уже есть свой интернет-магазин, вы можете привязать домен к сервису покупок. Вот здесь выбираете «Да». И здесь справа просто вписываете уже существующий домен. Я далее покажу, как можно на субдомен еще настроить. Если вы не хотите тратиться на домен, а просто бесплатно воспользоваться красивым адресом. Также сейчас покажу. Дальше синхронизация товаров с Яндекс.Маркетом. Обязательно заполните все контакты, поддержки вашего магазина, скайп, телефоны, e-mail. Чем больше контактов, тем лучше будет для покупателя. Уведомления, куда будут приходить e-mail, смс и url для уведомлений. Это для того, чтобы подключить, например, ваш интернет-магазин, объединить его с сервисом покупок. Основное здесь, думаю, все понятно. Давайте вернемся снова в раздел «Магазин». Здесь, после того, как вы сделали все настройки, переходим дальше. Вам можно настроить отображение магазина, то есть выбрать его дизайн, как он будет отображаться, цветовая гамма, где-то есть слайды, видите, все разное. То есть выбирается уже индивидуально. Рубрикатор, следующий раздел, здесь мы делаем структуру каталогов вашего магазина. У меня вот каталог и книги, видите, у меня два раздела. Давайте я сейчас перейду на главную страницу, и мы как раз увидим эти разделы. Вот у меня каталог и книги. Книга находится в разделе «Книги». То есть в этом разделе может быть несколько книг, ведь у меня пока одна. Но потом появится новый, я смогу их здесь размещать уже, видите, логотип также здесь есть. Название магазина тоже размещается. Кстати, платформа Покупо проводит конкурс для начинающих предпринимателей, где также вы можете поучаствовать. Конкурс называется «Бизнес вызов 2019», где вам расскажут, как пользоваться платформой и о том, как продвигать ваш интернет-магазин. Ссылка на данную страничку с более подробной информацией также будет в описании. Далее, после того, как вы сделали рубрику, мы переходим к настройке «Доставки» и «Оплаты». Здесь, в принципе, все стандартно, просто заходите и добавляете возможность оплаты или используете тот, который здесь уже выбран. То есть, например, вы хотите подключить «Сбербанк онлайн», просто нажимаем, справа появляется галочка и способ отправляется на модерацию. Далее, «Виза мастер-карт» также подключаем. Здесь по оплате, по доставке, в принципе, вопросов возникнуть не должно. Вот что интересно, я вам хотел показать. Субдомены. Здесь вы можете занять домен бесплатно. Это, конечно, будет домен третьего уровня. Он будет на субдомене, но зато предоставляется бесплатно и красиво выглядит. Например, вот «Cooker.pokupo.ru». По такому адресу будет находиться мой магазин. Если вы этого не сделаете, то, в принципе, у вас будет вот такой адрес. «Покупо», дальше «Наклонная черта», «Shop», «Наклонная черта» и «ID» вашего магазина. В принципе, это не страшно. Можете использовать и такой вот адрес, как у меня сейчас. Но есть также возможность подключить домен второго уровня. Например, «Cooker.ru». Вы прямо здесь можете его купить. Здесь же обязательно обратите внимание, что можно сделать интеграцию с сервисом 1С, с чатом «Клеверсайт» и подключить контрольно-кассовую технику. Если вы не хотите, например, пользоваться кассой, которая у данной платформы, вы можете подключить свою. В этом вообще никаких проблем нет. Далее, дополнительные возможности, которые мы используем. Это контент, который мы добавляем также вручную. Это вот раздел «Новости», раздел «О магазине». Я, кстати, сам создал этот раздел. Для этого нам достаточно вот здесь справа добавить раздел. Далее мы пишем, например, «Автор». «Статус опубликован». В верхнее меню и в футере в самом низу сайта, пускай ссылка остается. Здесь пишем «Анонс», то есть «Содержание страницы», «Привет» и нажимаем «Сохранить». Все, у нас уже две страницы на сайте. Давайте нажимаем «Обновить». И буквально за секунду у нас появляется новый раздел, который называется «Автор». Здесь текст «Привет», который я только что написал. Вот такой полноценный магазин у нас получается. Думаю, здесь по настройкам магазина все понятно. Если что-то непонятно, пишите обязательно ваши вопросы в комментариях. А давайте дальше пробежимся по меню слева. Здесь есть возможность создавать лейнинги. У меня уже есть. Если вы хотите создать несколько лейнингов, а здесь справа вверху будет кнопочка. Нажимаю «Настройки своего лейнинга» и здесь мы выбираем цветовую схему, название. Далее, какие блоки будет содержать наша лейнинг-страница. И здесь, что вам нужно сделать? Просто выбрать блок, нажать «Настройки» и вот здесь уже добавить. То есть, название блока, фоновое изображение, описание, надпись на кнопке, например, «Подробнее». Модальное окно, которое будет выскакивать. И нажимаю «Сохранить». То есть, первый блок мы настроили. Все, давайте проверим, что у нас получилось. Переходим снова в раздел «Лейнинги». И вот здесь есть ссылка на лейнинг. Опять же, мы можем подключить субдомен. Наш адрес – «Покупо.ру». Итак, переходим на лейнинг, загружается. И вот, главный блок у нас уже готов. Все очень просто. Вы сами видели, что я не применил никаких там знаний технических. Да, лейнинг уже готов. Далее, здесь у нас находятся товары, которые мы добавляем через удобный инструмент. Кнопочка «Добавить». Давайте я покажу уже на добавленном товаре, чтобы было все понятно. Нажимаем «Редактировать». Здесь у меня выбран цифровой товар. Мы видим, что есть название, есть цена, статус товара продается или снят с продажи. НДС также возможность подключить. Описание товара, ключевые фразы. И далее здесь сверху еще есть меню. То есть, галерея, мой каталог, связанные товары вы можете подключить. Огромный функционал платформы позволяет сделать очень такой динамичный ваш интернет-магазин. Это был у меня цифровой товар. Также есть возможность добавить физический. Просто нажимаете «Добавить». Здесь выбираете тип товара «Физический». Ну, и некоторые поля меняются. Просто заполняете. Точно так же, как и цифровой. Ну, здесь мы можем видеть товары в магазинах партнеров или ваши товары в магазинах партнеров, если вы разрешаете, чтобы ваши товары продавали в партнерских магазинах. Далее у нас меню «Заказы». Здесь мы будем видеть все заказы в вашем магазине. Платежные модули вы можете подключить здесь свои. То есть, вот я подключил, например, прием оплаты по реквизитам пользователя. И когда клиент покупает, он выбирает данный способ оплаты. И там уже написано, куда нужно перечислить деньги. Далее. Партнерская программа есть у данной платформы. То есть, вы можете рекомендовать ее, искать новых продавцов и будете получать комиссионное вознаграждение. В разделе «Финансы» мы видим все отчеты по продажам. Вообще, куда деньги, как они перемещаются. Ну, далее есть подробный раздел «Обучение», где вы можете посмотреть более чем 10-15 видеоуроков, где все подробно рассказывается. Раздел «Интеграция» – это уже только для программистов и дизайнеров. Здесь можно сделать интеграцию с вашим интернет-магазином на платформе «Кони СМС». Также настроить платежные уведомления или сформировать ссылку на оплату. То есть, видите, вот ссылка. Вы ее здесь прописываете, ну, ваш программист прописывает. И когда человек переходит по ней, он может сразу оплатить. Здесь же есть блок «Онлайн кассы», где мы видим все чеки, которые уходят покупателям. И раздел «Маркетинг». Здесь специалисты сервиса «Покупо» сами займутся вашим магазином и начнут его продвигать. Я думаю, удобно для тех людей, кто не разбирается в маркетинге, да, или кто хочет делегировать данную услугу. Ну и последний раздел «Выставление счета». Вы можете покупателю выставить счет на какой-то товар. Вот на магазин «Кукер», например, я хочу выставить 290 рублей такому-то покупателю, да, и счет ему уйдет. Ну, в принципе, рассказал все возможности. Вот мы быстро очень пробежались. Все очень просто. И если у вас какие-то вопросы возникают по настройке, по оптимизации, вообще по продажам, по настройке способов оплаты, то обязательно задавайте здесь в комментариях, все будем обсуждать. А так участвуйте в конкурсе для начинающих предпринимателей. Там будет полный блок по обучению пользованию сервису и также по продвижению вашего магазина на данной платформе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.